Всем привет! С вами Стариченко Никита. И сегодня я бы хотел вам рассказать про Docker. Что это такое, зачем он нужен, как он сделан, как работает, как можно его использовать. И хотел бы показать вам несколько хороших примеров. Но сначала начнем с меня. Кто я такой? Я FullStack-разработчик, 6 лет опыта работаю. Работаю на один из стартапов Долины. Успел поработать с монолитами, с микросервисами и так далее. И, наверное, уже последние 3 года своей работы всегда и везде использую Docker. Привык уже с ним работать и могу что-то полезное вам рассказать. Давайте начнем с того, что такое вообще Docker. Если следовать официальному сайту, то там написано, что Docker — это стандартизированное пакетно-программное обеспечение для разработки и развертывания проектов. Но если говорить более простым языком, то Docker — это такая вещь, что если у кого-то установлен Docker, то этот человек может запустить у себя приложение, которое написано запуском под Docker, выполнив всего несколько команд. После чего Docker сам автоматически за вас настроит окружение, настроит автоматически конфигурацию и сделает все за вас. То есть это такой движок, который запускает виртуальную операционную систему, но не совсем, который имеет чрезвычайно маленький вес и который будет автоматически сконфигурировано под запуск того или иного приложения. Это такой тип виртуализации, который позволяет упаковывать программное обеспечение по изолированным средам или, как мы все знаем, по контейнерам. Какими преимуществами обладает Docker перед другими способами запуска приложения? Docker позволяет нам потреблять минимальное количество ресурсов. То есть контейнеры, они как бы не виртуализируют всю операционную систему, а используют только ядро хоста и как бы изолируют всю программу на уровне процесса. И таким образом последний потребляет намного меньше ресурсов локального компьютера, чем виртуальная машина. Также Docker обладает скоростным развертыванием. Это когда все вспомогательные компоненты можно не устанавливать, а использовать уже готовые Docker образы или так называемые шаблоны. Например, не имеет смысла постоянно устанавливать и настраивать Ubuntu. Достаточно всего один раз ее поставить, создать образ и постоянно использовать, лишь иногда обновляя версию по необходимости. Также Docker умеет скрывать процессы. То есть для каждого контейнера можно использовать абсолютно разные методы обработки данных, скрывая все, что происходит в фоне. Docker позволяет очень удобно работать с небезопасным кодом. Благодаря тому, что технология изоляции контейнеров позволяет запускать любой код без вреда для вашей операционной системы. Docker обладает очень простым масштабированием. То есть любой ваш проект можно расширить, внедрив в него любые новые контейнеры. У Docker очень простой запуск. Приложение, находящееся внутри контейнера, можно запустить на любом Docker-хосте. Ну и последнее, но не последнее по значению, это оптимизация файловой системы. Это когда ваш образ состоит из нескольких слоев, которые позволяют очень эффективно использовать эту файловую систему. Давайте поговорим про то, из чего наш Docker состоит. Самое главное — это Docker Engine, или так называемый движок. Это ядро механизма докера. Движок отвечает за функционирование и обеспечение связи между основными Docker-объектами, такими как рестор, образ и контейнер. Затем идет Docker-демон. Docker-демон — это сервер контейнеров, входящий в состав докера. То есть демон управляет Docker-объектами, такие как сети, хранилища, образы и контейнеры. Демон также может связываться с другими демонами для управления сервисами докера. Затем у нас есть Docker-клиент. Docker-клиент, или его иногда еще могут называть CLI, это интерфейс для взаимодействия пользователя с Docker-демоном. И клиент и демон — это важнейшие компоненты Docker-движка. Затем это Docker-образ. Docker-образ — это такой файл, который включает в себя зависимости, сведения, конфигурацию для дальнейшего развертывания и инициализации контейнера. Docker-файл. Docker-файл — это описание правил по сборке образа. В котором первая строка указывает на базовый образ, а последующие команды выполняют копирование файлов, установку программ или иные операции для создания определенной среды для разработки. Docker-контейнер. Docker-контейнер — это легкий, автономный, исполняемый пакет программного обеспечения, который включает в себя все необходимое для запуска приложения, то есть код, среду выполнения, системные инструменты, системные библиотеки и настройки. И реестр. Реестр — это такой зарезервированный сервер, используемый для хранения Docker-образов. Давайте теперь поговорим о том, как Docker работает. Работа Docker основана на принципах клиент-серверной архитектуры, которая основана на взаимодействии клиента со сервером, с Docker-хостом. Работает оно так. Клиент отправляет какие-то запросы на получение данных, хост, соответственно, эти данные какие-то предоставляет. Например, клиент может отправить команду на скачивание готового образа из реестра, из хранилища образов. Тогда демон возьмет какой-то образ и отдаст его клиенту. Также с помощью других команд клиент может отправлять команды на создание новых Docker-образов. И, исходя из той или иной команды, заданной клиентом, демон уже выполняет различные операции с образами на основе инструкций, которые прописаны в Docker-файле. Как пример команд у нас могут быть Docker-image, Docker-run, Docker-kill и так далее. Затем у нас есть образ. Образ — это такой шаблон только для чтения с набором некоторых инструкций, предназначенных для создания контейнеров. Он состоит из нескольких слоев, которые Docker комбинирует в один образ. Параметры для создания таких образов у нас прописаны в Docker-файле. Для многократного применения Docker-образов следует пользоваться реестром образов. Ну или Docker-реестром, который позволяет закачивать готовые образы с внешнего репозитория сервиса и хранить их в реестре Docker-хоста. Затем у нас идет контейнер. Каждый контейнер у нас строится на основе Docker-образов. Благодаря этому контейнеры потребляют гораздо меньше ресурсов, чем при обычной виртуализации. Контейнеры обладают изоляцией рабочей среды, которая осуществляется благодаря namespace, когда для каждого изолированного пространства создается уникальное пространство имен, которое и обеспечивает к нему доступ. Любой процесс, выполняемый внутри контейнера, у нас ограничен по namespace. И последний слайд на сегодня. Какие возможности предоставляет нам Docker? С помощью Docker мы можем работать над любыми приложениями. От обработки больших массивов данных до работы с микросервисами, основанных на распределенной архитектуре. Docker позволяет нам быстро доставлять приложения и организовывать коллективную работу над проектами. То есть разработчики могут работать удаленно на локальных компьютерах и выполнять пересылку фрагментов кода в контейнер для тестов. Также Docker позволяет нам легко и просто развертывать и масштабировать наши контейнеры. Благодаря чему наши контейнеры могут быть работоспособны на локальных компьютерах, на различных серверах и в облачных онлайн-сервисах. Их можно загружать на хостинг для дальнейшего тестирования, создавать, останавливать, запускать, приостанавливать и возобновлять. Также Docker позволяет использовать множественные нагрузки, то есть осуществлять запуск большого количества контейнеров на одном и том же оборудовании, поскольку Docker занимает небольшой объем дисковой памяти. У Docker есть диспетчер процессов. Это такая возможность, которая позволяет нам мониторить процессы внутри Docker благодаря таким командам, как DockerPS или DockerTop. Их синтаксис схож с командами из Linux. И также у Docker есть удобный поиск по реестру. Он осуществляется очень просто. Для этого можно просто воспользоваться командой DockerSearch. Ну и на этом подходит к концу обзорная инструкция того, что такое Docker. И давайте перейдем к примеру. Начнем мы с вами с простых команд. Но для начала мы с вами удостоверяемся, что Docker у нас есть, и Docker у нас запущен. Для этого мы с вами просто введем команду Docker. После этого мы увидим, что Docker предложил нам помощь и предложил набор своих команд и различных флагов. Ну и сразу все короткие описания к нему. Давайте для начала скачаем какой-то готовый образ. Пусть это будет всем знакомый нам образ, образ Ubuntu. Для этого мы просто пишем Docker Pool Ubuntu. Так, тут у нас пошло скачивание этого образа. Так, и тут мы видим, что образ Ubuntu у нас скачался. Давайте мы удостоверимся, что он у нас есть. Делаем команду Docker Images, которая показывает все образы, которые у нас есть локально. И увидим, что у нас есть образ Ubuntu. Ubuntu с тагом Latest. Затем, давайте мы эту Ubuntu запустим. Для этого у нас есть команда Docker Run. Мы передаем ей имя контейнера, который мы хотим запустить. И сразу команду, которую мы хотим запустить внутри этого контейнера. Пусть это будет bin echo hello world. Всем нам знакомая команда. И давайте чуть подробнее поговорим про то, что я написал. Итак, Ubuntu — это наш образ или имя нашего образа, который мы запускаем. Если у вас нет конкретного имени, у вас есть ID-сник вашего образа, и вы можете передать его. Достаточно передать первые три или четыре символа. Затем, после Docker Run Ubuntu, мы написали bin echo hello world. Это команда, которая будет запускаться внутри вашего нового контейнера. И данный контейнер в итоге просто выведет hello world. Давайте запустим. Увидели. Ура! Наш hello world у нас выведен. И давайте теперь с помощью команды Docker PS посмотрим, какие контейнеры у нас есть. И тут он у нас никаких контейнеров не покажет, потому что контейнер у нас закончил выполнять свою работу. Но если мы сделаем Docker PSA, а это all, он покажет нам все контейнеры, которые у нас есть. У меня их очень много. Ну и вот наш последний контейнер, который мы запускали. Тут мы видим Ubuntu. И мы видим, что этот контейнер был создан 58 секунд назад. Пойдем дальше. И теперь давайте попробуем залезть внутрь нашего контейнера. Для этого мы напишем Docker Run и сделаем несколько флагов. Эти флаги у нас будут flag T и flag I. Flag T присваивает псевдо TTI или терминал внутри нового контейнера. А flag I позволяет создавать интерактивное соединение и захватывает стандартный вход STD in контейнера. И запустим наш контейнер Ubuntu и у него bin bash. Так, запускаем. И, пожалуйста, мы находимся внутри нашего контейнера. Чтобы удостовериться, что мы внутри, давайте мы введем команду ls и выведем все директории, которые у нас есть. Вот мы находимся внутри нашего контейнера. Как вы могли заметить, я работаю в PowerShell на винде. И это точно не те директории, которые есть у меня на винде. Так, чтобы выйти из контейнера, мы делаем exit. И теперь мы снова можем проверить все наши контейнеры. Запущенных контейнеров работающих у нас нет, но с помощью Docker PSA мы видим, что у нас был запущен еще один контейнер. На этот раз с командой bin bash. Так, отлично. Что мы можем делать еще? Если мы хотим, чтобы после окончания нашего сеанса контейнер продолжал работать, мы можем запустить его с флагом d или detach. Давайте мы это сделаем. То есть это как бы запуск контейнера, который будет продолжать работу в фоне. Для этого мы делаем Docker Run. Тут у нас нет имени у нашего контейнера, у него есть просто id-шник. Давайте мы присвоим ему имя. Для этого у нас есть флаг name. Ну и пусть он будет называться cont как контейнер. Так, теперь мы передаем флаг day или detach для запуска контейнера в фоновом режиме. Запускаем нашу знакомую Ubuntu. Ну и давайте запустим какой-нибудь скрипт на ней. Пусть это будет скрипт, который раз в секунду выводит hello world. Для этого мы делаем bin sh. И тут мы напишем с вами простой скрипт. Он будет включаться в том while true, do, echo, hello world и sleep на одну секунду. Ну и конец. Так, теперь у нас должен запуститься этот контейнер. Мы видим его id-шник. И теперь если мы выведем Docker PS, то мы должны будем увидеть, что он у нас работает. И вот контейнер с нашим id-шником из образа Ubuntu с такой-то командой, и который называется cont. Теперь давайте посмотрим, что он у нас выводит. Для этого у нас есть команда docker logs. Docker logs. У нее есть замечательный флаг fey или follow. Тут мы можем передать уже как id-шник этого контейнера, так и его имя. В нашем случае мы передадим имя. И посмотрим, что выводится внутри контейнера. Ну и как мы могли предполагать, внутри контейнера выводится hello world. Давайте мы из него выйдем. Мы тут все очистим. Ну и давайте его остановим, чтобы он не работал у нас просто так. Для этого у нас есть команда docker stop. Так, ну и мы остановили наш контейнер. Давайте еще раз посмотрим, что его у нас нет. Пожалуйста, его у нас нет. Теперь последнее, что я хотел бы вам показать из этой серии, не менее интересное. Мы его теперь запустим. Для запуска готового контейнера у нас есть команда docker start. Мы делаем docker start.cont. Посмотрим, что он у нас есть. Пожалуйста, да, он у нас запущен. Теперь давайте мы зайдем внутрь него. Для этого у нас есть команда docker exec, наши знакомые флаги aet. Мы передадим в них имя нашего контейнера и скажем, что выполни нам, пожалуйста, внутри него binbush. То есть команда exec — это такая команда, которая позволяет выполнить команду внутри уже запущенного контейнера. В нашем случае мы выполнили команду binbush, что позволит нам подключиться к терминалу внутри контейнера. Ну и давайте проверим. И, пожалуйста, мы оказались внутри нашего контейнера. Теперь мы также можем из него выйти. Ну и также его можем установить. У нас для этого есть docker stop, docker stop.cont. Что еще я могу вам показать? Удалить контейнер вы можете с помощью команды docker.rm. Для этого пишите docker.rm.cont. Ну и для того, чтобы посмотреть, что у нас нет такого контейнера, нам подойдет команда docker.psa. И, пожалуйста, мы видим, что у нас нет ни одного контейнера с именем cont. Все вот эти имена — это имена, которые даются контейнерам автоматически, если вы не присваиваете им имена вручную. На этом я бы хотел закончить обзор CLI-докера и приступить к созданию нашего docker-файла. У меня для этого есть небольшая программка на C Sharp, но она просто выводит hello world. И для нее у меня есть уже написанный docker-файл. Это обычный docker-файл, который состоит из самых простых команд. Давайте посмотрим, что они делают. Сначала у нас идет команда from. From — это вы выбираете образ, в котором будет работать ваше приложение. То есть весь код будет запускаться внутри образа, в моем случае с предустановленным ISP.net. Затем команда copy копирует файлы или директории с основной системой в контейнер, в какое-то конкретное место. А команда в вагдирном говорит, что мы теперь работаем с конкретной этой директорией внутри контейнера. И entry point — это какая команда у нас будет выполняться при запуске нашего контейнера. Теперь давайте мы наш терминал очистим, чтобы он был пустым, и сбилдим наш образ. Для этого нам нужна команда docker-build. Давайте мы сразу присвоим ему тег. Ну, docker-build точка. Через точку мы возьмем первый попавшийся файл с именем docker-файл. И сразу присвоим ему имя нашему образу. Пусть он будет называться hello. Так он вводит просто hello world. Так, теперь мы сбилдили наш образ. Я билдил его уже до этого, и поэтому, как вы можете видеть, все слои у меня используют кэш. Если бы я добавил какой-то новый слой, которого ранее не было, он билдился с нуля, но каждый слой, который у вас уже был, он не билдится, а использует кэш. Теперь давайте мы посмотрим, что у нас есть наш образ, hello, который я создал только что. И теперь давайте мы его запустим. Для этого у нас есть просто команда docker-run-hello. Так, мы запускаем. Нам вводится hello world. Отлично. Теперь давайте я покажу вам еще, как работать с аргументами в командной строке. Для этого я добавлю код, который будет нам выводить первый аргумент из командной строки. И для того, чтобы задать какое-то дефолтное значение этому аргументу, у нас есть команда, которая называется cmd. И в скобках мы задаем какое-то дефолтное значение. Пусть это будет тест. То есть cmd задает дефолтные параметры в командную строку. Мне необходимо заребилдить мой проект, потому что я не бил же его внутри контейнера, а копирую уже внутрь контейнера готовые исходники. Теперь нам надо заребилдить наш образ. Для этого у нас есть наша команда docker-build. Так, сейчас я ее найду. Так, пожалуйста, мы заребилдили наш образ. Мы видим, что первый шаг из кэша не взялся, потому что у нас новые бинарники. И пятый шаг из кэша тоже не взялся, потому что у нас новые бинарники. И теперь давайте запустим наш образ docker-run hello. Если мы хотим передать какие-то команды, то мы пишем их после hello. То есть мы, например, просто напишем loft-блок, и у нас вместо теста выведется hello world loft-блок. На этом краткий экскурс с готовым приложением у меня закончен. Но есть еще несколько полезных команд, о которых бы я хотел поговорить. У меня есть для этого тестовый файл. И давайте поговорим про то, что здесь делается. Тут берется образ питона. Затем используется команда run. Она выполняет какую-то команду и создает новый слой образа. Обычно используется для установки чего-то внутри контейнера. В данном случае мы устанавливаем наши зависимости. С командой workdir вы знакомы, с командой copy тоже. Теперь есть команда arc. Arc задает какое-то значение по умолчанию какой-то переменной. И мы можем указывать эту перемену в команде entry point. После запятой, грубо говоря, и у нас в этой переменной будет лежать значение value. Затем у нас есть команда expose. Expose открывает порты изнутри контейнера. Например, чтобы показать вам, как это работает. Вот, допустим, у вас есть expose в Docker файле. Теперь вы пишете Docker run, используете flag pay или полную команду порт и указываете, какой локальный порт вы маппите на порт контейнера. Благодаря этому ваш локальный порт подключится к порту внутри контейнера. И команда volume. Команда volume, она позволяет сохранять данные у стопнутых контейнеров. Она как бы монтирует какую-то директорию к вашему контейнеру. Ну и стоит упомянуть про то, что также существует Docker Compose. Docker Compose это такой инструмент, который позволяет управлять контейнерами, запускать их вместе в нужной последовательности, необходимой для вашего приложения. И его можно назвать так называемым дирижером в мире докера. Так, ну и на этом у меня все. Я рассказал вам все, что я хотел. Надеюсь, что информация сегодняшнего урока была для вас в той или иной мере полезной. Всем спасибо за просмотр. У вас лайк и подписка. Всем пока.